Еврокубки Все ждут матча Иван, пожалуйста, вопросы Эдгар, у тебя был определенный период карьеры в БТ, который в прошлом году встречался с Пястом. Может, ребята из Борисовского клуба делились какими-то впечатлениями от соперника, какими-то мыслями о нем? Да, я разговаривал с ребятами. Ребята сказали, что хорошая команда. Скажем так, нужно очень хорошо готовиться к ним. А в принципе, сам как можешь оценить соперника по тренерским установкам, по разбору? И то, что показывали тренера. Я смотрел те матчи, которые БТ играла с ними в прошлом году. Соответственно, уровень команды достаточно высокий. Естественно, мы уважаем, но не боимся соперников. То есть, Динамо готова к противостоянию с Пястом? Да. Иван, будут ли вопросы к Леониду Станиславовичу? Леонид Станиславович, как вы можете прокомментировать? Вот вы говорили в интервью после жеребьевки, что попался самый тяжелый соперник из тех, кто только мог попасться. Можете как-то подробнее рассказать о сопернике, о своих мыслях о нем сейчас? А можно вопрос на вопрос? А вы как считаете? Ну, я думаю, ничего не поменялось. Нет. Относительно соперника. Поменялось, то поменялось. Вы как считаете? Как вы его оцениваете? Интересный чемпионат Польши? Микрофон, микрофон. Я в последние дни был занят тем, что отсматривал матчи Пиасна, матчи чемпионата Польши. И, в принципе, с вашей оценкой того, что соперник очень тяжелый, согласен? Ну, я тоже согласен с вашей оценкой. Потому что я смотрел матчи, ну, много матчей, да. Потому что, ну, скажем так, я должен это делать, и должен готовиться, и должен готовить команду. Поэтому соперник, скажу вам, тяжелый и непростой. Но вот такая не очень хорошая игра соперников в первом туре экстракласса, где они уступили Шленску, она как-то не поменяла видение соперника? Они владели полностью преимуществом в Шленске. Я хорошо знаю тренера Шленского, я с ним встречался в Лиге чемпионов, когда он был тренером Спарты. Знаете, значит, и, ну, как бы, судьба могла свести Шленского меня, поэтому я так смотрел очень внимательно на игру. Ну, и до этого была еще одна игра, да, и до этого были игры в чемпионате. Да, ну, если вы отсмотрите игроков, возраст, их качество, то придете сами к этому выводу. Поэтому, ну, что делать? Такой соперник надо играть. Мы будем играть. Да, мы уважаем команду «Пяст». Ну, скажем, постараемся, чтобы и нас тоже уважали. Иван, будут ли еще вопросы? Вот немножко по кадровой ситуации в команде. Можете прокомментировать как-то ситуацию с травмированными? Кто уже успел восстановиться из тех, кто получил повреждения? И кто, может быть, в процессе тренировочном получил какое-то микроповреждение и завтра не поможет команде? Ну, вы знаете, с моей точки зрения профессиональный тренер не должен рассказывать, какие проблемы у него в команде. Знаете почему? Потому что профессиональный тренер даже смотрит инстаграмы футболистов и команды соперника и клуба. И по этим кадрам даже снимку можно определить схему и состав. Сейчас рассказывать, какие проблемы у нас я не собираюсь. Ну-ка, буду внимательно слушать, какие проблемы у «Пяст». Тогда все вопросы на завтра. Спасибо большое. Все, спасибо. Спасибо.